Пресс-конференция по итогам 23-х Олимпийских игр в Пхенчхане прошла в Домодедове. В спортивном комплексе «Легенды» собрались ведущие и спортивные журналисты Московской области. Также в обсуждениях приняли участие Виктор Гусев, Дмитрий Губерниев, Вячеслав Фетисов и другие. Идея проведения пресс-конференции связана с созданием в прошлом году Ассоциации спортивных комментаторов. Главная ее цель – наладить диалог между журналистами и комментаторами масштабных спортивных событий, а также получить ответы на волнующие вопросы. Так вот, на мой взгляд, очень важно принято решение, что ехать надо. И еще более важно то, что это решение отдали на урок спортсменам. Вот как вы решите, так и будет. Потому что любой спортсмен вам скажет, у кого-то может быть в жизни несколько олимпийских циклов, а у кого-то один. Поэтому нужно им пользоваться. И некоторые российские спортсмены с достоинством воспользовались этой возможностью. На 23-х Олимпийских играх в Пхенчхане россияне выиграли две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Вот они сказали, что они без флага, значит, не считаются. И наши девочки фигуристы, они такие. И мы начинаем этому условить. Местовское служение. Это наши герои, это наши дети, это наше будущее. Ну и все, что с этим связано. Поэтому еще раз благодаря тому, что произошло, какие мы на этом будем строить идеологию. Также на пресс-конференции обсудили предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Известно, что в Московской области будет расположено 17 баз для спортсменов. Наш регион выбрали одни из сильных стран соперников. Аргентина, Португалия, Бельгия и Франция. Даниил Михайлов, Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.